Друзья, всем привет! Сегодня мы на Зимхане. Сегодня будет очень классная гонка, необычный формат. Собрали отдельно RDSGP пилотов и отдельно пилотов Winter Drift Battle и хотим выяснить, кто же кому напихает. В общем, я думаю, что все напихают, всем победит, как всегда, Лосев. Но на самом деле посмотрим. Мы тоже сюда приехали не посмотреть гонку, а поучаствовать. Настрой максимально крутой и посмотрим, что из этого выйдет. Несмотря на то, что нас здесь 34 пилота, но, наверное, самая главная задача уже, наверное, всего зимнего сезона, всего Красноярска, это напихать вот этому вот парню в красной жилетке, Евгению Лосеву. Это не только король Зимхана, но и, наверное, король снега, король зимы Жека. Ну что, получится сегодня тебе кому-нибудь напихать? Ну, будем стараться. Будем стараться, чтобы тебе напихали? Я не люблю загадывать, но в целом я готов всегда. В общем, Жека не загадывает, но постоянно выигрывает Зимхану. Один раз он был в финале и два раза последних подряд он ее побеждал. Поэтому самый главный соперник всех, Евгений Лосев. Ну, а там посмотрим. Не, мне просто везло больше. В этом году очень интересный состав на Зимхане. Во-первых, все фреш-авто едет вчетвером. Макс, Дамир и Жека, ну и я. Но Макс едет за сборную Winter Drift Battle, ну а мы едем за сборную РДС. Кроме того, очень много иностранных пилотов. Приехал Джеймс Дин. И у меня вчера была уникальная возможность напихать Дину на Красном кольце, когда мы тренировались. Это, конечно, очень круто. Осталось только летом это теперь воплотить в жизни. Вот. Ну, в общем, Джеймс Дин, Амандио, Кристос Блуш, Харрис Купелес. В общем, есть пару классных чуваков. Поэтому, я думаю, будет очень интересно. Конфигурация трассы на сегодняшний день у нас изменена. Изменена в лучшую сторону, на мой взгляд. Потому что в том году нас заставляли вот сюда ставиться и проезжать вот таким образом. Потом одна перекладка и на финиш. Сейчас постановочная дуга, так скажем, гораздо короче. Потому что мы ставимся, прыгаем и заезжаем вот сюда на узкую. Разворачиваемся в другую сторону. Перекладка и разворот на финиш уходит. Офигенское ощущение. Офигенское круто. Офигенское классно. Офигенское. Очень эффектно смотрятся эти звуки, все эти бетонные стены. Это эхо. Лучше просто, ну, не может быть, чтобы попробовать свой Жигуль. Поэтому сейчас мы находимся в лучших условиях. Тем более мы стартуем с бенкинга. А бенкинг прорезиненный. Там сделаны таких две колеи. И машина стартует с них очень быстро. Приходится откручивать первую, до конца вторую, третью и постановка. Шину нам выдали в этом году 155-ю, которая четко встает в размер. И выдали ее именно четыре штуки, наперед и назад. Поедем на липучки. И в целом, наверное, самое крутое решение, самое оптимальное. Потому что у всех арки стандартные, заводские. Устанавливаешь и едешь, и у тебя все вообще как должно быть. Автомобиль я никаким образом не готовил специально под этот конфиг. Потому что здесь основная подготовка, наверное, это нужен мощный мотор. Но мощный мотор сюда поставить так быстро и собрать его, наверное, не получится. Поэтому едем на том, что есть. В принципе, у всех плюс-минус одинаковая мощность. У кого шестнарь стоит там 110 сил. У нас восьмиклоп стоит немного заряженный. У меня 130. У Жени 140 с Максом Гроссманом. Самый мощный у нас у Дениса стоит 1,9 восьмиклоп на 150 сил. И сегодня видно было, что ему действительно чуть полегче ехать. Потому что у него, ну, ему как бы хватает мощности. Друзья, это моя Жига. В этом сезоне она стала значительно легче. Мы сняли с нее почти 150 килограмм. Теперь это позволяет нам работать с довесом. Она стала менее инерционна. И это дало возможность теперь настраивать подвеску так, как ты хочешь. В зависимости от конфигурации, в зависимости от того, какие стоят задачи и так далее. Что мы для этого сделали? Мы поставили пластиковый капот. Убрали в круг на пластиковые стекла. Поменяли заднюю крышку багажника. Выкинули весь салон. И все это дало целых 150 килограмм. Машина сейчас еще остается на стадии настройки. Мы ставим эксперименты по задней подвеске. Поставили параллелограмм. Мне все очень нравится. Сенсей доволен. Едет она очень хорошо, очень стабильно. Едет туда, куда ты хочешь. И это очень здорово, очень весело. Мотор остался без изменений. Здесь у меня 152 силы и 180 момента. Полностью всего хватает. Максимально кайфую. Немножко еще работаем с передними сошками. Есть там пару экспериментов, пару идей. В общем, на самом деле, как мне кажется, не важно, что там стоит, а важно, кто ее настраивает. Настраивает ее. Все я жиговод, жига царь, жига там. Все я, все жига. Жеколосев, поэтому, ну какие вопросы. Я, как пилот, кайфую максимально от машины. И просто получаю удовольствие от жизни. Просто кайф. Мы очень рады, что у нас получилось собрать команду РДС. Команда ВДБ, она как раз здесь, в Красноярске находится. Ну, ребята постоянно в доступе. Поэтому команду ВДБ не было сложности никаких собрать. А РДСники могут показать свой результат, но для них это что-то новое. Ледяная трасса, да, это не совсем типичное покрытие для пилотов РДС Гран-при. Кто-то из них, типа Лосев или Дамир Идиатуллин, или Денис Мигаль, они гоняют зимой. Для них привычно, поэтому все надежды на них. Ну, я, конечно же, хочу, чтобы РДС победили, потому что ВДБ сильно нагло всех, значит, чпокают в своем чемпионате. Кто бы ни приехал. Максим Кроссман, как мы уже вам говорили, и в ближайшем будущем нас ожидают две раздельные квалификации для команды Winter Drift Battle и для команды РДС. Максим Гроссман, еще один представитель города Иркутска. представитель, а также команды Катбол Фрэш Афтэрлим. Выступает он за Winter Drift Battle, но и, понятно, Максим тоже один из опытнейших участников этого сутнего чемпионата, который неоднократно демонстрировал то, что он способен достигать высоких результатов. Крутой проезд. Крутой проезд в исполнении Максима Кроссман. Сейчас завершилась квалификация Winter Drift Battle, в которой мне удалось занять первое место с 95 баллами. Я хотел улучшить свои баллы, хотел проехать на 100 очень сильно и чуть-чуть посидел на ручнике. Надо было еще чуть-чуть посидеть на ручнике, но я открылся чуть пораньше и отъехал рано от стенки. А сейчас я буду болеть за своих сокомандников и будущих соперников и помогу им еще на рации выиграть эту квалификацию. Набирает скорость Евгений Лосев. Остановочка. О, близко к стене. Это уже больше похоже на Евгения. Больше похоже на правду от него. Отличный угол. Разворот. О, красотища. И давай к стене обратно. Круто. Очень крутой проезд в исполнение Евгения Лосева. Все, брат, принял, она чувствовала, брат, что все в огне. Дай вперед чуть-чуть, этот Коша наканит. Ну, что, аквау проехали, я не знаю, какой я там, пятый или третий, или второй. Но по ощущениям, на выкладке проехал с ровным темпом, старался нигде не заткнуться, просто ровненько. Пилка переложился в один дроссель, ба-бап-бап, чуть-чуть, и пошел, видите, повысился. Ну, короче, пару даже зацепил чуть-чуть. Ну, в целом довольный очень, нравится трасса, есть условия. А теперь Дамир Идиатулин, номер третий, представитель Красноярска. Набирает скорость 1.04. Это было просто что-то с чем-то, дамы и господа. Это было очень близко к стене, и при этом не коснулся Дамир. Не было там кицыолова, но вплотную к стеночке проезжает Дамир. И торможение левой ногой. Ай-яй-яй, небольшая коррекция все-таки была. Ну что, прошла квалификация. Зимханы. Получилось круто проехать. На самом деле случилась крутая заруба. Дин был в предыдущей группе, и у него получилось проехать на 99 баллов. Был реально крутой заезд, везде супер близко. На финише еще снял бампер, четко, без коррекции. То есть супер реально крутой заезд был. Ну и, соответственно, мы в следующей группе выехали и хотели побить его, но чуть-чуть не получилось. Женя проехал на 98 с половиной баллов, тоже наикрутейший заезд был. Вот, и я следом пристроился с 97 баллами. Тоже постарался максимально выкладываться, потому что надо было это делать. Вот. В целом, я думаю, что заезд получился крутой. Всех этот заезд порадовал. Денис Мигаль. Собирает скорость Денис. Это его первый выезд в этом зимнем сезоне. Собирает скорость Денис. Собирает скорость Денис. Ну, максимальный кайф, просто нет слов проехал, немножечко ошибся на выходе после клиппинг-зоны во втором заезде, но очень сильно везде рисковал, в итоге занял пятое место после Дина, Лосева, Дамира, Гочи, я пятый, считаю, что неплохой результат, очень приятно за такими силаками пристраиваться, в общем, будем биться до конца, судя по сетке, мы не должны попасть друг на друга рано, поэтому все в наших руках, надеюсь, что пробьемся дальше и покажем дальше хороший бой. Очень круто. Иркутского гонщика, о-о-о-о, там, судя по всему, был контакт даже между автомобилями. Слышим мы итог этого заезда, Максим Гроссман одерживает победу и выходит в топ-8. Максим Гроссман против Данилы Скоробогатова. И сейчас узнаем мы, кто из них попадет в финальную часть нашего мероприятия. Максим Гроссман достаточно серьезно оторвался на постановке. Данил Скоробогатов через нутряночку догнал. Перекладка синхронная, здорово, напрыгивает буквально Данил Скоробогатов на лидера. И сейчас нужно ему максимально близко проводить заключительную часть дистанции, что и делает Данил Скоробогатов. Круто, очень крутой проезд. Максиму Гроссману нужно отвечать сейчас максимальной агрессией на агрессию Данилы Скоробогатова. Оба, кстати говоря, являются споттерами в РТС Гран-при, что интересно. Споттер в крэш-апто, а Данил Скоробогатова тоже реместорию Сергея Леонидовича Патронина. И... Чуть подотстал Максим, но нужно-нужно догонять, нужно доставать из себя все ресурсы, как близко. И что, неужели там был контакт небольшой? Максим Гроссман становится первым финалистом Матюль Зимхана 2022. Именно он пробивается в четверку лучших в команде Winter Drift Battle. Максимально разгонялся агрессивно, парнишка не справился с разгоном, прыгнул за мной и попал в стенку. То же самое произошло в топ-8 с Борисом Абрамовым. Тоже я максимально разогнался. Боря, видать, решил в моем же, с моей же скоростью за мной улететь. Но это не так просто, как кажется. И самое главное, ну, он делал не то, что нужно. И в итоге прямыми колесами засадил меня прям вбок. А здесь в обратную сторону выгибают двери. Четверки. И с мигаля. Когда Борис Абрамов немножечко забодал. А у нас заезд Евгений Лосев против Леонида Шнайдера. Начинает движение автомобиля. Начинает чуть раньше Леонид Шнайдер двигаться по дистанции. И у Леонида Шнайдера технические проблемы. Это очевидно. Евгений Лосев, третий финалист команды РДС. В ТОП-8 я ехал с Ваней Никулиным. И, к сожалению, ему проиграл. Причем по собственной ошибке. Чуть-чуть с его поехал первым. Хотя надо было ехать действительно на агрессии. Поехал узко. И потом еще вторым номером переагрессировал. Близко был на перекладке. И ударил его в заднюю часть. Ну, в общем, короче, заезд не сложился. Так, как хотелось бы. В очередной раз Зимхана для меня не складывается так, как хотелось бы. Ну что, дамы и господа, мы в шаге. Или даже в полушаге от продолжения заездов. Больше всех я хотел, конечно, проехать с Дином. И как раз первый мой заезд был с Дином. Я знал, что я стартую вторым. Подготовился полностью морально ко всему. Посмотрел его заезд. Знал, что я могу на него напрыгнуть. Знал, что он будет давить газ. Два победителя квалификации в своих группах. И начинает движение. Джеймс Дин против Максима Гроссмана. Джеймс Дин летит. Максим Гроссман преследует. Синхронная постановка. Воу! Качественный проезд. В исполнении Максима Гроссмана. Который всеми правдами и неправдами старается поспеть за Джеймсом. И это у него получается весьма и весьма неплохо. Скажу я вам, дамы и господа. И финиширует эта пара. Пееричнейший проезд. Мне удалось проехать хорошо вторым номером. Но он не взял маленько мой темп первым номером. Будучи я первым номером. И мне удалось его выиграть еще раз. Дальше поехали с Максимом Гроссманом. С Максимом просто на все деньги ехали как могли. Максик, давай, брат. Обним от души, брат. Мы проехали. Я постарался проехать все четко вторым номером. Я все сделал. Денчик где-то там чуть-чуть ошибся. Чуть меньше, чем... Я думаю, что если бы нам сдавали БОМТ, наверное, может быть, и было БОМТ. Потому что мы оба так не ахти проехали. Но оба старались. Денчик выкладывался. Мне повезло больше. Максим Гроссман и Евгений Лосев. Вот это я понимаю. Вот это сейчас будет интереснейшее противостояние. Кстати говоря, Евгений Лосев, по сути, может сейчас лишить Максима Гроссмана победы. А это принципиальнейшее соперничество. Максим Гроссман считает, наверное, одним из своих самых принципиальных соперников Евгения Лосева. И вставайте-ка посмотрим на это противостояние. Максим Гроссман не отпускает Евгения Лосева. Какой близкий проезд. Крутейшая перекладка. И дальше, дальше продолжает давить Максим Гроссман. Максим Гроссман сегодня просто вдохновенно едет. Просто невероятное что-то. Лучший проезд вторым номером за весь сегодняшний день. Дамы и господа, я ответственно это заявляю. Проехав он первым номером, дал мне везде подъехать. Я понимаю, что у меня нет права на ошибку дать моему сокоманднику. Но в то же время моему сопернику должен был дать ему хороший проезд первым номером. Потому что он везде мог подъехать. Ну и сейчас Евгению Лосеву я даже боюсь предположить, что нужно сделать для того, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. Итак, Максим Гроссман, трое лидера, делает постановку. Стрыгивает с вершины горы и направляет свой автомобиль к шпильке. Чуть дальше Евгений Лосев по моим сугубо личным субъективным ощущениям. Но судьи разбил условно и дадут победу сильнейшим в этой плане. Максим Гроссман одерживает третью победу. Последний мой заезд был с Ивановым Никулиным. Я стоял на старте, знал, что у меня машина чуть полегче, она раньше там стабилизируется. Ну, вроде как бы все получилось. Я за ним встал чуть подальше, как бы, конечно, рассчитывал чуть поближе. Но в первой шпильке, как раз, где мы стоим, то его маленько крутануло. Не хватило ему инерции залететь вверх. Я понимал, что у меня преимущество. Мог вообще не рисковать. Ну, как бы там, ну, знал, что надо проехать чисто, чтобы ему было комфортно за мной проехать. Ну, и все я для этого сделал. Максим Гроссман одерживает победу. Очень рад этому, благодарен своей команде. Со всеми, с кем ехал, им огромное спасибо. Я очень старался, автомобиль меня мой не подвел, мой боевой друг. Совершенно определенного характера сложности. Сегодня самым лучшим стал у нас Макс Гроссман. Он реально ехал круто, стабильно. Винтердриггер Папу. ВЗП! 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 Здесь прошло нереальное мероприятие и нереальное событие, которое войдет в историю. Ну, в целом, все равно я рад. Я болел душой за своих ребят, за молодых спортсменов будущих, да, выдающихся. Они ехали достойно. Просто ребята боролись, бились от души. Они эмоционально были готовы. Я на это все смотрел, думаю, блин, как круто. Мальчишки кайфуют. Это, блин, ну, это не может не радовать. Этот день для меня запомнится, наверное, на всю жизнь. Это событие большое. То, что проиграла команда РДС, это было, в принципе, наверное, даже в какой-то степени предсказуемо. Я считаю, что ВДБ, вообще зимний чемпионат, он с точки зрения накала, с точки зрения борьбы, вката пилотов, наверное, даже сложнее, чем РДС-GP. Поэтому то, что ребята одержали победу, это, конечно же, наверное, следовало ожидать. И это, на самом деле, очень круто, потому что не бывает побед без поражений. И я думаю, что вот это поражение, которое просто нахлестало нам всем РДСникам по щекам, заставить всех летних пилотов всерьез относиться к зиме, как это делает Джек Колосик, как это делает Дамир, как я стараюсь делать. И Гоча, надеюсь, тоже будет больше зимой гонять, чтобы не влетать в топ-16. И я думаю, что в следующем году команда РДС-GP покажет более зубастые заезды. И посмотрим, что будет в следующем году. А сейчас поздравляем пацанов из ВДБ. Вы, парни, реально самые крутые, самые топы. С вами максимально круто ехать. Увидимся в следующем году. Так, что, короче, пару слов о Максиме Гроссмане, да? Ну, я вам так скажу, это конкретно нелегальный гонщик иркутский, который плюс-минус старается преобразоваться в легального. Ну, как водитель и как пилот, он реально талантливый. И если в этот этап он показал и вам показалось, что он реально крутой, то это самая малая часть от того, что он может. В будущем вы узнаете, кто он на самом деле. И мы еще не раз ему похлопаем и скажем, что он реально крутой пацан.